Меньше недели прошло с момента визита губернатора Московской области в Ленинский городской округ. Тогда руководитель региона посетил ряд социально важных строящихся объектов и на ближайшее время наметил вектор развития муниципалитета. На днях о результатах работы Андрею Воробьеву доложил глава округа Алексей Спасский. На встрече жители просили и о новых автобусах, и о поликлиниках, торговых центрах. Алексей Петрович, мы вас приветствуем, уважаемые жители. Пожалуйста. Мы отработали те вопросы, те поручения, их было удостаточное количество. Сегодня вынесли самые злободневные. А это в первую очередь реконструкция Володарского шоссе. На сегодняшний день завершается расширение до четырех полос. Асфальт практически положен. Заключен контракт с подрядчиком на реконструкцию Каширского шоссе и строительство бессветофорных развязок. Подрядчик берет на себя обязательства, не позже мая 2023 года, может быть в апреле, построить их и обеспечить бессветофорный, беспрепятственный, безостановочный съезд жителей из пригорода Леснова, вообще со всего Володарского шоссе на А-105. Маленький тот кусочек, правый поворот при выезде из пригорода Леснова, которое было поручение, тоже в течение месяца сделаем. Также затронули тему строительства на Володарском шоссе нового тротуара. В Молоково работы ведутся по строительству. Тротуары – это областная дорога, Мосавтодор, это было видно, рабочие были. Вот проговорили то, что в течение сентября, начала октября, вот этот тротуар протяженностью 429 погонных метров, он тоже будет построен. Внушительный объем работ предстоит осуществить в жилом комплексе пригород Лесное. Так, в этом году здесь начнется проектирование двух новых поликлиник – детской и взрослой. Обе рассчитаны на 500 посещений в день. Предполагаемая дата сдачи – конец 2024 года. Раньше прежнего срока в микрорайоне стартует строительство торгового центра. Торговый центр в проекте планировки был. Это вот та осалатовая в правой части, в правом верхнем углу, но он был, во-первых, вынесен от центральной части микрорайона. После недельного обсуждения совместно с засрочником, совместно с Министерством жилищной политики на Аркадии очень активно сопровождало нас. Мы видим, что он перемещен теперь там, где вот такой фиолетовый кусочек. Это между двумя сложившейся застройкой, перспективной, которая сейчас вводится. Наполняемость тоже мы можем видеть, что помимо торговли, это будут и общественное питание, развлечения и культурно-досуговые секции. Во время своего визита в округ Андрей Воробьев посещал очистные сооружения, расположенные в жилом комплексе Новомолокова, которые обслуживают и другой активно развивающийся микрорайон – пригород Лесное. За последние два года силами застройщика проведена их реконструкция. Кроме того, в июле в пригороде Лесное запустили дополнительные собственные очистные на 5000 кубов в сутки. И эти очистные, мы видим, в каком они сейчас находятся состоянии, целиком и полностью покрывают потребности жилого фонда. И даже туда один из ближайших коттеджных поселков будет осуществлять свой сброс. В настоящее время пусконаладка, и мы ждем, что середины октября полностью начнется перезапитывать пригород Лесное, что высвободит, конечно, приличные объемы в Новомолоково. Андрей Воробьев добавил о необходимости постоянного контроля строительства Южно-Луткаринской автомагистрали, которое объединит и Ленинский округ. Старт проекту дан буквально на прошлой неделе. Юлия Погосяна, Екатерина Давлятова, ВиднетВ.